И доброго времени суток, дорогие друзья. У нас ролик с мейн-версией. Сегодня здесь у нас завезли новую акцию. Давайте сейчас её пощупаем, потрогаем, что же у нас здесь интересного присутствует и насколько всё это дело выгодно. Присаживайтесь поудобнее, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Погнали! Раз, два. Двенадцать лет растёт игра. Три, четыре. Крафтить броню могут все расы в мире. Пять, шесть. Новых локаций и рейдов не счастье. Семь, восемь. Знай на зубок все механики боссов. Девять, десять. Для межсерверных битв в R110 оденься. Легенда, с которой всё началось, не стоит на месте. Попробуй Линэйч 2 бесплатно на Фагейме. Итак, после профилактики это 11 октября 23 года. В магазине у нас появились опять, завезли кристаллы души по агрео. Можно покупать, синтезировать сокровища Мэри. Мэри Рид, это как раз таки отсылочка к пиратам. Это как у нас лутбокс, откуда падает. Ну, вообще, всё, что угодно. И третьи пушки дракона. И агатион дракон огня. Ну, короче, всё, что есть, по-моему, в этой игре, всё, что здесь присутствует, может упасть именно отсюда, как обычно. Также у нас печенье стремительного боя. Тоже уже давным-давно его, я думаю, видели и привыкли к нему. Которая также неплохой баф даёт. И печенье стремительной защиты. Также на баф можно покупать по 20 копеек. И, в принципе, юзать на себя. Конкретно я буду покупать два вот таких набора. Я думаю, это классика. И будем смотреть, что с них падает. Помимо того, что мы здесь получаем именно ещё и по 150 лутбоксов с каждого сверкающего сундука. Мы также ещё здесь и лутаем с каждого по 20 печеньек стремительного боя и стремительной защиты. И также пистолет Мэри Рид. Давайте сразу же всё это дело купим. Тратим 54 миллиарда по курсу Хаттаса. И давайте смотреть. Открываем, смотрим, что у нас здесь внутри имеется. Открыли один набор. И давайте сразу второй набор откроем. Получили 40 наших печенек разных и два пистолета. Пистолеты у нас, естественно, добавляются в коллекцию. Сразу давайте их закинем. Обращаю большое внимание, что для заполнения этой коллекции надо два пистолета. Пожалуйста, помните об этом. Не забывайте об этом. Потому что одного не хватит. Если вы купите один сундук, потом будете ходить и без коллекции заполненная и расстроенными. На самом деле коллекция ничего такая. Урон 10%, получаем урон минус 10%. Бонус опыта СП 10%. Тоже вроде как неплохо. Я думаю, что для ребят, которые уже формят такой хай контент, им эта коллекция вообще зайдёт. А для ПВП так вообще, наверное, одна из самых лучших. Печеньки у нас в особом создании можно также менять либо на расходочку. То есть по одной печеньке отдаёте, получаете 20 рост. Либо на печенье стремительного развития, которое очень даже неплохо. Особенно для тех, кто у нас быстро старается качаться. Как вы видите, здесь бонус энергии 50%. Тем более неплохо. Я надеюсь, вы не забыли забрать руну поддержки Виталки. Да, которая у нас была с предыдущего ивента. И она теперь у вас будет 7 дней висеть. Как раз под неё очень даже хорошая штука. Но обращаю ещё внимание, что печенье стремительного развития можно юзать только один раз в день на аккаунт. Обращайте ваше внимание. То есть если я вот сейчас вас крафчу. Сейчас дед нам выдаст печенье. Даёт 10 штук. И как вы видите, лимит на сегодня закончился. То есть смогу крафтить их только завтра. Так что обращайте на это тоже ваше внимание. Но если вам эти печеньки не нужны, то в принципе можете просто печеньки стремительного боя и стремительной защиты юзать. Либо покупать их прямо в магазине напрямую и потом использовать по вашему назначению. Ну, теперь давайте, наверное, откроем. Посмотрим, что у нас здесь может упасть интересного. Как я уже говорил, здесь может упасть всё, что угодно. Я нахожусь вот на одном из своих самых счастливых мест в эссенсе, где много чего было заточено и открыто. Давайте посмотрим, насколько это место удачно в мейн-версии. Поехали открывать. Будем смотреть сейчас, что у нас здесь интересного. Может упасть за вообще 300 сундуков. Не знаю, пока не могу сказать вообще, стоит это всё дело покупать или не стоит. Не знаю, даже буду ли я брать как-то, высчитывать профит от этого всего дела. Будет ли вообще этот какой-то профит? Или просто нам выпадет какой-нибудь вот расходки, мелочи, которую потом просто надо будет продавать, да? И сидеть, считать эти копеечки. Ну, королевский чёрный счастливый билет выпал. Ну, я, честно говоря, вообще не особо понимаю, почему он именно выпадает в трофеи. То есть он отмечается у нас как какая-то, ну, как-то высшая награда или высокая, дорогая награда. Хотя таким не является. Вот второй билетик выпал. Замечательно. Половину сундуков мы уже скрутили с вами. Список дропа здесь, конечно, приятный. Тем, кто смотрит сессанса, я думаю, такое вообще мало знакомо относительно того, что эту полоску можно двигать как-то далеко-далеко вниз. И там что-то ещё будет, а не просто она закончится где-то вот на пятом итеме. У нас остается всего 80 сундуков. И, как вы видите, пока ничего интересного нет. Всё относительно грустно. То есть два билетика и какая-то мелочь, расходка, ну и прочее. Ну, самое, наверное, главное, что всё равно даже и расходку хоть можно продать. Что-то с этого всё равно немножечко получить. И какие-то копейки даже, можно сказать, со всего этого открытия отбить. Ну что, 10 сундуков остаётся. Третий королевский чёрный билет выпал. Итого. Три королевских чёрных счастливых билета. 10 кристаллов красок. 4 ЛСов. Книжку артефактов. 180 пива. 24 сундука с кольцом ангела. 51 сундук с кольцом падшего ангела. 60 сундуков сельгу ангела. 57 ледяной розы. 26 терсием первого левла. 9 фипсов. 115 сверкающего зелья стихии дракона. 3 энергии самоцвета. 84 сундука с ожерельем ангела. 9 камней для зачарования в доспехе. 1 камень зачарования оружия исключительного качества. 65 сказаний сверкающих анхасад. 2 кристалла массии. 9 камней зачарования для аксессуара. 27 сундуков сельгой падшего ангела. 4 кристалла артефакта. Я уже устал, но список ещё не кончается. Книга забытой силы. Глава 1. 1 камень в браслет семени. 12 сундуков с камнем обработки символа света. 10 эльсиума. 2 камня в рубашку. 16 коробок с кристаллом души Шилин. 6 звёздных знаков. 3 осколка артефакта. И 3 камня зачарования для браслета Карли. Фух. Нагонец-то закончил. Ну, честно говоря, я, конечно, не особо знаток акций. Я, опять же говорю, не буду это всё считать. Потому что я не думаю, что здесь вообще выйдет даже на 50 миллиардов, не говоря там, даже на 30 миллиардов, не говоря там про 54 миллиарда затраченных, да. И даже беря в расчёт вот эти самые билеты. Как по мне, либо мне очень не повезло, либо это классическая акция в мейн-версии и падает, наверное, классический какой-то дроп. Единственное, у меня только непонятно, зачем надо было засовывать сюда вот эти вот ЭЛЭСы. Потому что, думаю, и так все ходят на Диноостров. Эти ЭЛЭСы есть в большом количестве. Стараются их тыкать и что-то уже вылавливают относительно быстро. Возможно, только для тех, кто хочет их скупить и прям вот в данную минуту, в данную секунду лутонуть что-нибудь интересное, да, для себя и поймать топов ЭЛЭС. Как по мне, ну, чистый среднячок, наверное, из вот тех вот, в принципе, нескольких акций, которые я видел, пока это не впечатляет. Предыдущая акция с припасами дракона воды мне понравилась больше. Возможно, это просто потому, что я там окупился. Не знаю. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Крутили вы или нет, понравилось вам или нет. Будет очень интересно почитать на ваши результаты. Также не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал, если вы здесь впервые. Помните о том, что у меня есть еще Телеграм-канал с анонсами и всякими моими мыслями. И есть еще и ссылочки с бонусами прямо в описании для версии Main, для версии Asens. Стартуйте по ним и получайте дополнительные бонусы, которые облегчат вашу прокачку. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был Душа Молодой. Желаю вам всего хорошего, доброго, светлого, нефильтрованного или темного, кто как пожелает. Удачи вам и самое главное, не болейте.